Всем привет! Сегодня буду запекать утку в духовке под медово-соевой глазурью. Я ее буду готовить без предварительного маринования. Утка получается с аппетитной, красивой, блестящей корочкой и полностью съедобной. На гарнир к утке подойдут печеные яблоки, кускус, сладкий рис или булгур с сухофруктами. Замечательный вариант для воскресного семейного ужина или на праздничный стол. Утку я купила в мясном магазине, но она была заморожена и в упаковке, поэтому сложно было понять, как она выглядит на самом деле внутри. Вес утки у меня 2 килограмма 200 грамм и такого веса хватит на 2 больших порции или на 4 скромных. Если будет у вас возможность купить охлажденный, то это будет самый лучший вариант. У утки я отрезаю гуску, для нас она не несет никакой ценности, в ней находятся железы, которые могут выделять специфический запах. А также отрезаю верхние фаланги на крыльях, потому что они будут подгорать в духовке, ну или можно их обернуть фольгой. Далее я солю ее со всех сторон и также солю внутри утки и приправляю молотым перцем. Хорошо подойдет смесь разных перцев. Ножки связываю нитью, укладываю утку в форму для запекания, грудкой вверх. Ставлю ее в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Далее убавляю температуру до 180 и запекаю еще около часа 20. А пока приготовим глазурь. В ковшике у меня 120 грамм меда, в него я добавляю 2 столовые ложки соевого соуса, 3 столовые ложки апельсинового сока и 1 столовую ложку сладкого соуса чили. Все перемешиваем и увариваем на среднем огне минуты 4. По мере остывания соус будет густеть. Периодически утку нужно будет доставать и поливать образовавшимся от нее соком. За все время запекания я поливала 5 раз. За 20 минут до готовности утку смазать глазурью. Я смазывала 2 раза с интервалом в 10 минут. Готовность утки проверяем путем прокалывания ножом в области сустава. Если пойдет прозрачный сок, значит утка готова. Если будет сукровица, значит доставать утку еще рано. А если из нее вообще ничего не вытекает, значит вы ее пересушили. Как я уже сказала, что к утке хорошо подходит рис, булгур и кускус и даже картофель имеет место быть, но мне больше всего нравятся свежие овощи и фрукты. У меня все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Удачи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok